всем привет очередной день в стамбуле и в этом видео я вам покажу дворец топ копы и место где был гарем у султана что это за дворец и если кто смотрел сериал золотой век то это именно то дворец здесь снимался этот фильм где вообще исторически происходили все как бы события то есть это дворец султана сулеймана и его жены гюрем ну что пошлите я покажу как сюда зайти и что внутри идем но здесь опять очередь такая не слабенькая стоит вход 70 72 тела ну не знаю это как вчера было когда мы храм заходили но сейчас можем посмотрим может здесь тоже есть вип-вход чтобы не стоять в этой очереди а то как-то ну грустновато посмотрите людей просто немеряно в принципе в интернете как бы все блогеры пишут что здесь всегда всегда очередь поэтому старайтесь заранее заранее сюда прийти так что здесь 6к быстро прошла очередь мы простояли всего 15 минут билеты мы купили стоит семьдесят два тела в топ копы во дворец и отдельная 42 тела это в этих как его называются гарем то есть у нас получилось 112 тела на человека здесь опять очередь хорошо что юля у нас отдельно стала в очередь именно уже с билетами заходим ну что идем во дворец так мы зашли здесь также турникеты стоит проверяют с металлоискателями все нормально прошли сразу скажу что увидел охрана забирает здесь нельзя снимать квадрокоптерами поэтому можете сюда даже не брать мы сейчас возьмем один аудиогид мы уже как бы прошаренные взяли с собой паспорт для того чтобы дать залог чтобы они нам дали эти наушнички узнала за сколько стоит 70 наушники стоят 70 тв короче у нас не судьба с этими наушниками закончились наушники сказали стойте ждите пока кто-то сдаст простояли 10 минут никто не несет ну блин ну это вообще капец сейчас найдем может карту карту печатную и по карте походим по покажем что что здесь есть так в общем вместе что карта лежит на входе возле турникета нахар у охранника вот дают вот такую карту этого дворца принципе здесь написано английском можно что-то понять заходим вовнутрь так ну из первая комната называется как-то там диван здесь принимали всех послов проводили собрания в этой комнате вот здесь сети сидели все патишахи султаны гости и обсуждали все вот видите когда я даже так переходим в следующую комнату рядышком комнатка зашли здесь нельзя снимать здесь музей часов посмотрите обязательно какие хочешь настольные настенные виде шкатулки которые показывают знаки зодиака там ну супер в камнях все классные часы посмотрите так получается что следующий зал тоже снимать нельзя немножко на нычку заснял охранник ходит пока там кричит не снимайте это зал оружие сбруи честно впечатляет сразу видно что это воинственная нация была воевали очень много показано сабли булавы луки мечи всякие мушкеты ружья копья очень-очень много все красивое супер ну есть что посмотреть обязательно это надо увидеть мы продвигаемся дальше так вот огромный конечно дворец здесь территория очень большая во время правления султана здесь проживало всего четыре тысячи человек которые обслуживали семью султана и гарем поэтому здесь вся инфраструктура все есть очень огромная территория деревья сад все зелененькая красивая напоминает в крыму или дюльбер или ливадийский дворец что-то в таком духе но только масштаб побольше здесь очень много комнат которых снимать нельзя здесь мы были только что музеи здесь картины султанов всех кто кто правил кто служил султану там именно картины их сейчас стоит очередь куда-то это понимаешь это молебен здесь она еще действующая по ходу и сюда очередь сюда запускают потихоньку здесь там тоже снимать нельзя поэтому расскажу что там было внутри через пару секунд здесь комнаты шикарно обрамлены и керамикой все в голубых тонах сохранилось все просто идеально не знаю делали в реставрацию вообще шикарно все вы как заходите читают коран задумали что запись а потом в одной комнате он сидит микрофон так поет вообще красиво очень там увидите султана тоже оружие есть одежда есть драгоценности ну а так в принципе нужно смотреть именно на саму архитектуру внутри на интерьер как это просто шикарно шикарно очень жаль что там нельзя снимать но мы идем дальше по территории еще раз скажу что очень огромная территория есть что посмотреть есть смотрим дальше так а здесь у нас библиотека можно было прийти сесть и почитать конечно же вы только не шевелится а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот прямо картинка с фильма Здесь был такой кадр в этой комнате Все сохранилось просто идеально очень много разных комнаток вот туалет такой такой вот комнатка это хамам валиде матери султана чисто специально для нее вот так обрамлено все вот здесь такая металлическая решетка под золото сделано но это не для красоты а для того чтобы когда здесь моются они беззащитны как бы без оружия и так далее для того чтобы на них никто не напал закрывалась здесь тоже хамам вот хамам здесь то также решетка для защиты стоит чтоб никто пока вы голову моете спину нож не втыкнул потому что здесь такие куарные войны были мама не горюй красиво все красиво вверху такие сделанные как бы для света и для того чтобы выходил пар большой зал посмотрите какое величие какое величие здесь фильме здесь тоже приз были съемки в этой комнате я помню декорации просто другие были но комната именно это очень красиво вот наверху балкончик такой здесь пили для султана видите везде решетки чтобы не дай бог кто-то в горе мне пришел а вот вот такие окна это каждая комната здесь жили наложницы те которые могли родить шейзаде детей для султана здесь такая площадочка здесь можно было погулять вот такой вид открывает как вы заметили все равно все под большим забором никто отсюда не уйдет вот это тот самый золотой путь по которому хотела пройти любая наложница в покое султану сюда попадала не каждая но было их и не мало ну хочу сказать что султана был моногамный брак он не осталась только одна жена на всю жизнь говорим султан вот так вот ну вот мы уже выходим это уже выход самого харема ну такой масштабно потому что у него жила до 80 наложниц каждая из них получала жалование грамм султан тоже получала жалования на наши деньги это выходило 6 тысяч долларов в месяц то есть кроме того что содержать еще и зарплату всем платить так конечно грим затратная как бы расходная часть вот вот здесь уже мы видим выход мы закачиваем экскурсию дворца топ копы смотрели это величие там я жила около 4000 человек всего посмотрели какой у него был гарем где все жили я вам честно скажу что он настолько большой что сто процентов мы что-то куда-то не зашли что-то вам не показали он очень огромный мы здесь пробыли около трех часов ну стали очень сильно уже как бы уже просто силы на исходе этот дворец был построен 16 веке и все отлично сохранилось ну правда делают здесь реконструкцию все все чудесно все можно принципе самим посмотреть и ну я советую все-таки взять аудиогид это займет у вас дольше потом это вся экскурсия потому что вы был возле каждого стенда будете стоять и слушать что это вам будет подробно рассказывать рекомендую или почитать или посмотреть видео обзорные других блогов это посмотрите и уже с этими знаниями минимальными вы здесь будете проходить будет срабатывать памяти вы будете узнавать эти места и будете знать что здесь было что происходило мы на этом заканчиваем мы еще в стамбуле поэтому может мы еще что-нибудь снимем поэтому подписывайтесь на канал мотолайф если это видео стало полезным ставьте лайк и до встречи впереди еще много интересного пока а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok